Всем привет, вас приветствует игровой канал CnGamer, мы тут по шокам, продолжаем играть в Game Dave Tycon, продолжаем разрабатывать игры, сейчас у нас разрабатывается, я ел лимонад, мы пока поработаем по контракту, какие-то здесь все маленькие контракты, ну окей, мы их сейчас конечно все выполняем, мы их по-любому выпадим, а там, ну конечно не супер большие, то есть деньги платят, 28к, 30 тысяч, нормально, мне кто-нибудь там 30 тысяч за фонд платил, А вот фонд игры, 20к тысяч, сделать простой фонд для графики в игре, я думаю сложный фонд рисовать для графики, ну профессиональный художник конечно рисует их за быстро, но и в принципе такие обычно тоже люди, кто хорошо рисует, думаю хорошо нарисует, так найти работу по контракту, о, все уже пошли сложненькие, ну вот это я думаю давайте сделаем, 100 тысяч почти дают, так я хотел нанять часа, опа на Nintendo 3DS выходит, о, не 3DS, а просто Nintendo выходит, сегодня NINVENTO анонсировали новую мобильную консоль NINVENTO GS, нормально они здесь название переделали, у нее будет два экрана, один из которых сенсорный и обещает уникальный геймплей, NINVENTO борется, чтобы восстановить свое лидерство на рынке со времен 64TES, они до сих пор имеют очень сильную позицию в мобильных сегменте, NINVENTO GS обещает укрепить эту позицию и стремится продвинуть мобильный сегмент, консоль появится в магазинах в следующих месяцах, на нее мы как раз забабахаем какую-нибудь игрушку, можно GATA с чином там ворс 2, в принципе, сделать, она тоже на Nintendo 3DS, опа на, чё здесь, PlayStation Portable, да, выходит, сегодня вон не анонсировал запуск новой мобильной микровой консоли под названием Portable PlayStation, название сильно перекроверкали, два слова поменяли для краткости, позже, в следующем году медиа-аналитик предполагает, что это заявление призвано отвлечь пользователей от запуска NINVENTO GS, но на PlayStation Portable, конечно же, мы выпустим консоль, у меня была PlayStation Portable и она, к сожалению, сломалась, ну, это не я ее сломал, она просто сама упала в варенье, так, в это время, как NINVENTO GS использует и инновационный двойной экран, PlayStation Portable использует один экран и сосредотачивает на предоставленный разработчикам доступ к гораздо более мощному аппаратному обеспечению. Так, мы пока что, мы пока контракт выполняем, я ел лимон пока нам приносят денежки, 22 тысячи фанатов у нас уже сегодня была выпущена NINVENTO 3, просто Nintendo, наверное, вот так даже и скажу, и буду я так называть, я ел лимонад с продажи, понятно, два, кстати, два лям мы заработали, давай давай быстрее, быстрее, технологии, технологии, быстрее, быстрее, все, отлично, столько у нас, почти столько. Так, я хочу нанять кого-нибудь, давайте 300 тысяч, комплексный шоу рил, кстати, я вроде ни разу не делал, посмотрим, что там, кстати, кто там будет, какие-нибудь нормальные, Ричард, Копер, Сара, 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 женщина, да, есть, иметь в составе, компания как мужчин, так и женщин, отлично, чуваки, что в отпуск захотели, а нет, а что вы, давай я вас отправлю, а я что, или мы так все на нее запали? Ладно, давайте опустим. Так, 17 лет для всех, средничок, игра будет называться РАШАНАКА тематика. Надо тематика, кстати, поизучать, хотя, здесь у нас осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, так, это сколько у нас? Двадцать пять, наверное, да, тематика еще изучить. Ой, че, я вышел, ладно, жанр пока выберем. Кстати, мы тут стратегии никакая не создавали. Тематика, 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 тематика. Альтернативные истории, виртуальные животные. Давайте, так, нет, НЛО, цепись, виртуальные животные. Платформа, платформа, Нинтендо. 350 тысяч, нифига. Хотя, сейчас, думаю, если мы выпустим Нинтендо и анонсируют PlayStation Portable, то с Нинтендо никто не будет покупать. Ну, Тетрис еще, конечно, остался у нас. Хотя, давайте на ПК, да, на ПК, как же можно... Вот я, в общем-то, пойму, как можно на стратегии играть на Нинтендо. 2D графика, поехали. Тебе в отпуск отправить, что ли? Я-то не могу ее в отпуск отправить. А, вот, рейнер для новых сотрудников. Давай, начать. Так, здесь все стоит, все стоит. Мы, вроде, ничего больше не изучали. Хотя, чуть-чуть вот так вот. Чувака в геймплей. А, ну все, и так стоит нормально. Да, я думаю, что вот эти полосы пошли, наверное, тренировки нужны. Мы, кстати, давно не делали. Ладно, сейчас забабахаем тогда игрулю и сделаем тренировки какие-нибудь. Так, диалоги сюда, дизайн уровней. На высшую, это сюда. Ну все, стоит. Поехали. Так, ЕПА. Ел пашиные очки. Я работник агентства по защите окружающей среды, и у меня есть предложение для вас. Сейчас ваша компания потребляет много электричества. Если бы вы установили солнечные батареи, вы бы могли уменьшить расход электричества и сэкономить деньги в конечном счете. Вы хотели бы транспортировать 50% затрат, которые принесут свои инвестиции в 200 тысяч. Вы хотите их установить? Конечно, так, отлично установить солнечные панели. Это мудрое решение. Ну, я думаю, что это не кидалово. У нас не изменится офис. Не, не изменится, к сожалению. Ничего, к сожалению, не поменялось. Печально. Печаль, беда, печаль, беда. Так. Открытый мир. Пусть будет открытый мир. Дизайн мира сюда. Звук. Сюда. И окей. Но я не думаю, что игрушка супер выйдет. Dreamfest у нас рынка. Мы вообще на неё игры не выпускали. Новости индустрии. Сэнд геймеров недавно установили солнечные панели своих офисов, в то время как индустрия видеоигр и программное обеспечение считают одной из самых экологических чистых производств на Земле. Они едят много электричества, поэтому установка солнечных панелей это может значительно повлиять на ситуацию. Говняки-то порылые, кто поставил нам эти солнечные батареи, я их топтал. Хотя даже не знаю, что из этого выйдет. Сейчас посмотрим, сколько у нас будет ежемесячные расходы. Или это они нас просто так шантажируют? Типа, чё вы там поставили эти батареи? У нас таких нету. А вы убираете их, так всё завершаем. Не добились мы, кстати, нового рекорда. Опять зарплата увеличилась. Понятно, 45 тысяч. Так, я сейчас опять закрою глаза. Такая традиция будет закрывать глаза. Так, сейчас пощёлкаю, чтобы быстрее всё было. Так, чё там? Пока идут эти... Так, раз, два, три. Терпи мелкую дачу, менее рыбное мясо. Ну фиг с ним. Хоть как-то. Больше не выпускать на рынок, ничего. Охо-хо-хо-хо. Так, чуть продаём пока. Так, я думаю, исследовать пока какую-нибудь новую штуку для движка. Развитие персонажа. Сиквелы древа диалогов. Улучшенный. ИИ. Вот это чё за ИИ-Напарники. Улучшенный ИИ. Смена дня и ночи. Богатая предыстория. Улучшенные катсцены. Саундтрек. 2D-графика. Может, нужно 2D-графику подкопить. Чё-то мне уж на старом ничего не охота задавать. Но я думаю, сейчас выйдет PlayStation Portable, мы на ней создадим что-нибудь. Чё-то вместе геймелинг будет убрано с рынка. О, чё, это чё, это же это? Тетрис, да? Геймелинг, это Тетрис? Ой, не туда. Где геймелинг? О, Тетрис уберут с продажи. Печально. Так, 67. Я вот сейчас пока, наверное, исследую какую-нибудь новую тематику одну. И потом мы уже сделаем 2D-графику. Улучшим чуть-чуть. Словари. Отличная тематика просто. Музыка. Я даже не знаю, какую можно игру с музыкой делать. По-моему, музыкальных игр нет. Тут только симуляторная музыка какая-нибудь есть. Средний стенд покупаем, как обычно. Пам-пам-пам-пам. Выполнена музыка. Ну, отлично. Так. Нет. Народу не надо нанимать у нас. Так, то есть, из шампорта была вышла. Так, давай, выставка быстрее всё делается. Сейчас мы опять, по-любому, не пали в топ-100. Да что ж ты, когда мы попадем в топ-100? Блин, что-то столько выпустили на хороших игр, которые там дофига нам денег принесли. И так, и не попали мы в топ-100. Так. Так, тематика. Тематика, 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 тематика. Так. Может быть, может быть и бизнес. Жанр. Приключения. Платформа. Где PlayStation Portable? PlayStation Portable. Наш трековой движок. Так. И... Думаю, среднюю, да, давайте. До среднего пойдёт. Так, бизнес. Что-то должно быть связано с бизнесом. Фа. Ми. Ке. Вот так вот как-то. Так. Для детей. Для всех. Ладно, для всех. Поехали. Думаю, на PlayStation Portable нормально будут игры идти. Геймлинг. Но ТТС больше не выпускается. Так. Бизнес. Сюда. Движок в топку. Геймплей тоже чуть-чуть. Здесь всё стоит? Здесь всё стоит. Окей. Пока создаётся. Мы, наверное... Хотя мы ничего в этом времени не можем сделать. Самое печальное. Мы даже не можем... Ну, хотя мы можем последоваться. Но это... Ну, ничего, короче, не будет. Так, редактор уровня стоит. Диалоги. Поднимем. Интеллект. На уровне. Окей. Я думаю, вот ты им тоже тренироваться надо. Так, был снег. Подожди. Было подано. Биллион и пятьсот тысяч копий. Так, всё. Считаем, мы можем исследовать уже 2D-графон. Исследуем 2D-графон. И уже потом займёмся, наверное, тренировкой наших сотрудников. Базовый звук. Нет. Сайн мира. Графика может снизить. Окей. Хотя на PlayStation Portable графика не супер. О, у нас это исследование ништяк. Но мы сейчас их бусты потратим, конечно, сейчас. Так, 11 багов. Исправляем быстренько баги. Завершаем. Похоженный особенно хорошо реагирует на новые тематики в играх. А у нас не новая вроде тематика. Геймплей на уровне. Я на уровне. Нам ещё 4 уровня до 10. И мы получим ачивку. Доступного исследования достижения и мини-игры. Достижения, думаю, нужно исследовать. Ну и мини-игры тоже, кстати. Так. Открываю глаза. Так, сейчас пощёлкаю. Чтобы быстрее всё шло. Так, ладно. Раз, два. Три. Ах ты, блин, тройки поставили. Говняки вонючие. Этих все в топку. Мы пока поисследуем. Так. Два-три графика. Где достижения-то? Ладно. Сейчас посмотрю всё-таки. Достижения 15 пи. Нормально. Достижения, кстати, ещё тоже исследуем. И уже, я так думаю, в следующей серии поработаем по контракту чуть-чуть, зададим какие-нибудь игры. И сотрудников покачаем. Потому что сотрудникам нужно качаться. Так, вот эта графика. Достижения. Достижения, это, конечно, важно. Я, кстати, люблю достижения получать. В играх. Но, к сожалению, ты их только получаешь в Steam играх. Чтобы получать достижения, нужно их, конечно же, покупать. Так. Отправим девушку в отпуск. У нас есть, в принципе, 12 рп. Мы пока поисследуем шпионское. Том Кленс создадим какой-нибудь. Ну, или Hitman, или Velvet Assassin 2. И какие там шпионские игры нужно есть. Ну, больше никаких сюда, хотя, может, не знаю. Метро Last Light тоже есть чуть-чуть с этим. С... Не шпионство. А, да, это стелс. Я что-то вообще все перебрал. Так, вот чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Мы можем сделать по контракту. Установка компьютера. Майкрософт босс на компьютер. Босс кажется, что довольно многие игроки используют пиратские копии с фамики. Мне удалось выявить некоторые из них. Мы можем подъявить им иск в суд, чтобы защищить наше авторство. Право и отправить им предупреждения с просьбой о прекращении. Что вы хотите сделать? Предупредите их. Да игра говно вышла. Нафига тогда предупреждать? Акт Эвэй. Игра-то на тройке вышла на фигах. Там факт, что они пиратку используют. Я тоже обычно качаю на пиратские рестораны, чтобы потом посмотреть, как они нормальные или нет. Недавно Сейнт Геймерс разослал предупреждение нескольким игрокам, которые использовали незаконные копии игры в фамики. Раз становится все больше проблемой в индустрии, некоторые компании инвестируют много денег и усилили на борьбу с пиратством. Товень, как другие, утверждают, что лучше принять более расслабленный подход и инвестировать в лучшие игры вместо этого. Мы получили 27 фанатов. Отлично, а если бы, наверное, мы даже подали бы сук, мы, наверное, у нас бы отнялись фанаты. У нас в этих 19 тысяч фанатов было 20 доступного исследования мультиплатформа. Так. Ага-ха-ха-ха-ха, тренировка. Мы что-нибудь... Стимул... Стимул требуется... Много чего, короче. Очень много. Так, вот у вас тренировочки. Вот нужно женщину потренировать. Ну, хотя, в принципе, всем вот это уже новое поизучать. G3, James, Pixel Cup, Cody Jump, испытания на время, со-дизайн новейшества. А это что? Учебники, да? Ладно, давайте зайдем пока какую-нибудь новую игрушку. Сейчас пока новая консоль не анонсирует, ничего не делает для взрослых. Хотя, давайте мы для детей не разу создавали игрушки. Тематика. Тематика, тематика, тематика. Музыка. Жанр. Блин, такие вот жанры здесь все. Давайте пусть будет казуальная. И платформа. Хотя, нет, для детей даже вот эта платформа, это он пойдет. Нинтендо. Наш движок. Игра будет называться... Для... Нет. Ли... За... Иди... Гуляй. Кажется, я прям мастер брать название. 2D графон, конечно же. Погнали. И нужно потом создавать движочек. Движочек, движочек. Так, здесь ничего нет. Геймплей. История креста и вообще в топку. Только вот... Вот так вот даже. Движок. Геймплей. Хотя движок, в принципе, тоже можно было снизить. Так, у нас, блин, 5 миллионов. Мало, кстати. Привет, это Том Мод из Центра. Я получил ответ, что Сэнт Геймплей сработает над новой игрой. Вы готовы поделиться информацией о вашем текущем игровом проекте? Дать интервью по этому погоду? Конечно, давайте дадим. Так. Том Мод. Какие ваши ожидания относятся к сперку Лиза и Дикуля? Вы думаете, что игра будет хорошо? Принято. Расвалить игру, скромничать. Спасибо за уделенное время. Так, все продолжает расти и расти. Дисайн уровней. Пусть так будет. Теологи вообще в топку. Интеллект повысим. Так, снизим. Окей-юшки, окей-юшки, окей-юшки. Угу-гу. Маленький стенд. Нет, потому что я думаю, игра говно выйдет. Так, ну что там? Хотя, может даже маркетинг заказать. Хотя, давайте в журнале. Дизайн мира вообще в топку. Звук на высшем. И-и-и-и-и. Ну и графику. Вот так вот. Столько этих летят. Вообще прям дофигища этих кружочков. Так, что-то тут, там что-то пишет. Деньги же мечты отсловят. Вообще, 131... 131 тысяча. Похоже, Арнекс, но на альцамансы. Я на флоритов не наблюдается. Лиза, иди гуляй. 50 тысяча. Что-то вообще 8-7, стоя. 100 тысяч тоже нормально. Но мы опять не попали в этот сраный топ-100. 55 исследований, кстати, много набираем. Мы исследований за одну выпечную какую-нибудь игру. Даже прилично. Так, исправляем баги. Жемечный арсур, 131 тысяча. Вообще дофигища. Нужно шедевры какие-нибудь создавать. Движки суперские. Но это надо все исследовать. Блин, а вот как на исследовании... Нету этого... RP-графика. 2D-графика получила новый уровень. Так, сейчас по традиции придется закрыть глаза, да? Былись первые отзывы. Давайте. И мы закончим на этом. Быстрее. Так, что? Местами весело. Окей, видели. Лучше мне. Ну что ж, давайте на этом закончим. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливо. И до новых встреч. Пока-пока.